Вечная память Вечная память Ежегодно эта скорбная дата собирает людей разных национальностей и вер. Красные гвоздики, венки, корзины с цветами. Минута омолчания в память о казаках, ставших жертвами репрессий со стороны государства. 24 января 1919 года вышла директива Якова Свердлова. В этом циркулярном письме предписывалась беспощадная борьба с казачеством, вплоть до его полного уничтожения. С этого дня начался целенаправленный и изощренный геноцид казачьего народа, который был объявлен опорой самодержавия и контрреволюционным сословием. Изучая исторические справки, все то, что происходило более ста лет назад, когда под корень уничтожался целый народ. Дети, женщины, старики без вины были убиты. Все это сложно сейчас подбирать слова, но для чего мы проводим такие мероприятия, это в первую очередь, конечно же, память должна жить в народе о тех событиях. И самое главное, не повторять тех ошибок. Расстрелы и депортация дополнялись экономическим террором. Людей лишали имущества, отбирали скот, землю, по сути, обрекая оставшихся в живых на голодную смерть. Так произошло с семьей казака Евгения Коломийцева из станицы Зеленчукской. Мои предки зажиточные были казаки, хотя принимали участие в гражданской войне на стороне красных. Были такие времена, но затем впоследствии пострадали. Дед был репрессирован, содержался в армавирской тюрьме, а на плечах бабушки осталось четверо маленьких сыновей. Трагедия унесла жизни более миллиона казаков. Даже спустя столетия казачьи станицы Карачаева-Черкесии не могут восстановить свою былую численность. Уничтожению были подвергнуты целые фамилии, семьи. Большие потери понесло православие, поскольку казаки были хранителями и защитниками православной веры. Мы должны с вами продолжать ту традицию, которую заложили наши отцы и деды. Что это за традиция? Это, конечно же, верить в Бога, быть верными Богу. Это традиция быть верными своему Отечеству. Это традиция быть верными своим предкам. И вот пока мы живы, мы должны обязательно молиться о них. Мы должны обязательно их поминать. Мы должны обязательно помнить о них. Уважаемые братья и сестры, ваша скорбь – это всегда была нашей и наша вашей. И мы столетиями жили в мире согласия и взаимоуважения. Боль, которую пришлось пережить казакам, близка и понятна многим народам России, в том числе братским народам Карачаева-Черкесии. Помимо казаков, в жернова репрессий в первой половине 20 века попали карачаевцы, балкарцы, чеченцы, ингуши, калмыки, крымские татары и другие. Отрадно, что справедливость восторжествовала, и бесчеловечные репрессии были признаны государством незаконными. Казачество пережило страшную трагедию. Это действительно ужасное время было для нашей страны. Но тем не менее, сегодня мы видим, что казачество возродилось. Казачество укрепило и возродило свои традиции, обычаи. И сегодня является надежным защитником нашей Родины. Сегодня, бок о бок, со всеми народами казачество защищает нашу Родину и укрепляет тем самым и межнациональный, и межконфессиональный мир нашей великой страны. Казачество может являться примером того, что народ нельзя победить. Можно воевать с государством, можно воевать с кем угодно, но народ именно сам победить нельзя. Советская власть пыталась уничтожить казачество как народ. Ну и где теперь? Советской власти нет, а казачество вот стоит здесь. В общем, вспоминаем погибших, вспоминаем наших предков. По традиции, траурное мероприятие завершилось возложением венков и цветов к памятнику казакам, погибших в годы репрессий. Мы должны знать, помнить свою историю, своей родной Родины, своей страны и воспитывать, может быть, где-то на таких примерах нашу молодежь, чтобы ни в коем случае никогда ничего такого не повторялось. Нам завещает наша православная церковь любить друг друга, помогать друг другу. Все самые лучшие помыслы должны сочетаться в нашем народе. Я уверен, и другие конфессии точно такому же и учат. Поэтому мы один единый народ, великая Россия, и ни в коем случае повторять такого не нужно, и мы обязаны не допустить таких трагедий. Все национальные организации, общественные организации, представители, руководители присутствовали на данном мероприятии и сказали вот такие важные, сильные слова о казачестве, о современном казачестве, которые вот сейчас доказали, что мы живы, мы сильны, и мы можем защищать свою страну. И мы защищаем ее сейчас. Все видят, что казаки на фронте не отсиживаются в окопах, а воюют. По-настоящему воюют. Более 20 лет был принят федеральный закон о реабилитации жертв политических репрессий, который стал символом торжества справедливости и открыл возможности для возрождения культурных и духовных традиций казаков. Воспитание казачьей молодежи должно начинаться с детства, убежден атаман кубанского казачьего войска Александр Власов. Мы к этому стремимся. У нас на Кубани сформирована уникальная система непрерывного казачьего образования, которая здесь же как раз-таки и воспитывает подрастающую молодежь. Буквально в прошлом году мы заключили соглашение со всеми высшими учебными заведениями Краснодарского края. Сейчас готовимся то же самое соглашение о сотрудничестве подписать с адыгейскими вузами. Они тоже очень заинтересовались нашей практикой. То есть мы выстраиваем от начала до завершения образования весь этот процесс. Сейчас сформированы казачьи сотни, которые только численно растут и качественно, самое главное для меня, что качественно, конечно же, участвуют во многих мероприятиях. Вот совсем недавно мы отмечали, праздновали один из главных праздников – Крещение Господне. И было огромное количество молодежи. Это наши казачьи школы, казачьи университеты, но и техникум казачьи, что тоже порадовало. Вся эта система работает для того, чтобы не только обучить, но и воспитать самое главное. Вот сегодня много говорили о патриотизме, о воспитании молодежи. Вот вся эта система работает на то, чтобы и физически, и нравственно, и морально воспитать настоящих сынов и дочерей нашей Великой России. Уникальный опыт воспитания казачьей молодежи есть и у нашей республики. Уроки в классах казачьей направленности позволяют лучше узнать традиции и обряды предков. Чтобы глазки блестели, чтобы щечки краснели, чтобы смеялся роток и кусался зубок. Дети с удовольствием участвуют в постановках, детально воспроизводя быт и особенности ушедшего времени. Казак без коня, как птица без крыла. А для нашей красной девицы бусы яркие и платки жаркие. Ох, как хорош у нас будет талант. Пусть достойный будет купец. И казачьему роду не наступит конец. Шести лет мальчиков воспитывали мужчины, а девочек – женщины. Старинные семейные обряды, передаваемые из поколения в поколение, сохраняя истинные жизненные ценности, делают все казачьи роды единой большой семьей. Если девочкам ближе рукоделия, то мальчики с интересом постигают древние ремесла, которыми славились их далекие предки. Гончар, делающий простейшую посуду, бондарь, изготавливающий бочки, кузнец, шорник. Каждый может попробовать то, что ему больше по душе. Я была бабушкой. Как вам? Мне вообще очень нравится. Я себя чувствую в этой роли такой прям казачкой, хоть я не с казачьего рода, но такие эмоции захватывающие. И быть казачьей – это вообще такое все по душе, все так. Мы можем перенести с те времена и прожить это. Не то, что прочесть, где-то увидеть, а именно прожить, в роль всех житься. Это очень классно, потрясающе здорово. Казаки всегда славились прекрасным владением оружием. И сейчас эта традиция живет. В Черкесске действует стрелковый кружок «Пластун», где юные казаки Баталпашинского казачьего отдела изучают различные виды оружия и стреляют из него. Здесь убеждены – любовь к родине должна выражаться в готовности всегда стать на ее защите и дать достойный отпор врагу. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, специальный репортаж.